Всем привет! Итак, давайте сегодня продолжим приложение Тренажер Мозга. Не знаю, успеем мы закончить это или нет, но мы постараемся. Итак, кто только что к нам подсоединился, смотрите внизу в описании к этому видео, вы найдете ссылки на первые уроки по этому приложению. Так, давайте сразу начнем. Открываем этот урок, у меня он называется Brain Training. И давайте сначала запустим это приложение на эмуляторе, чтобы посмотреть, что мы там натворили. Итак, у нас открывается игровой экран. Здесь у нас сразу появляется вопрос. 16 плюс 0 равно 16. Верно. У нас показывает здесь уже счетчик. На один вопрос мы правильно ответили. Здесь показывает время, сколько прошло. Пока я болтал, время шло. То есть этот экран, когда открывается, все, сразу начинает идти время. Давайте сейчас 8 плюс 16. Это равно 14. Ну, это верно, но я сделаю, что неверно. Видите, счетчик не прибавился. То есть так стоит на одном. 8 плюс 12 равно 20. Ну, я, видите, сказал неверно и все равно засчиталось. Что это означает? Означает, где-то у нас есть баг. То есть у нас есть ошибка. Но это мы потом исправим. Самое главное сделать всю основную массу работы. И после мы это уже найдем. Не страшно. Так, 10 плюс 8 и 17. Неверно. Видите, не засчиталось. 16 плюс 7, 23. Верно. Еще раз сделаю неверно. Так, ну, вроде все работает. И вот показывает время. Теперь что нам нужно сделать? Нам нужно сделать начальный экран. И конечный экран. Конечный экран будет показывать результат. После того, когда мы закончим отвечать на все вопросы, у нас сейчас установлено вот здесь. Max True Answer. 100 вопросов. Но мы сделаем, что для проверки сделаем, давайте 10. После того, когда мы ответили на 10 вопросов, у нас появляется финальный экран. И на нем показывает наш результат. Если наш результат лучше, чем предыдущий результат, то показывает, ну, например, рекорд. И показывает, какой был результат и наш результат. Если наш результат хуже, чем предыдущий результат, то просто показывает наш результат. То есть мы не побили рекорд. То есть у нас будет три экрана. Начальный экран, где у нас будет кнопка Start. И давайте будет название, к примеру, нашего приложения Brain Training. И кнопка Start. Нажали на нее, открывается вот этот вот экран, игровой И тогда уже пошло время Когда закончили играть, нас перебрасывает сразу на финальный экран Там показывает результат И тоже будет одна кнопка, чтобы вернуться на начальный экран Чтобы снова начать игру И таким образом будет работать приложение Так что давайте создавать начальный экран Итак, как мы создаем начальный экран? Идем сюда в папку Java, где у нас находится MineActivity Вот в этом пакете И выбираем New Java Class И здесь называем класс, ну пусть будет Start Activity Выбираем Start Activity И Super Class пусть у нас будет Activity Ладно, все нормально Окей, все открылось Теперь, как вы помните, если мы хотим запускать новое Activity Нам нужно добавить его в манифест Для этого мы можем либо сами написать, либо вот здесь выбрать подсказку От Activity to Manifest И оно само за нас добавится Вот здесь уже показывается значок, что добавлено в манифест Теперь нам нужно создать функцию Uncreate Пишем Uncreate И у нас появляется подсказка Выбираем У вас может появиться по-другому Давайте я вам покажу, как может появиться Uncreate К примеру, тут есть разные Вот такой нам не надо Видите, здесь Вот здесь в параметрах слишком много значений Есть Parcelable, Bundle, Parsist, Persistent State Нам это не нужно То есть нам нужно, чтобы вот так просто было Вот так вот, все Bundle, Save Instance State Все Здесь мы укажем, что за экран Мы будем показывать в этом Activity Но сначала нужно создать этот экран Так что давайте идем Res, папка Res, ресурсов здесь Layout И создаем NewLayout Рисуешь ресурс файл А у нас root элемент будет ConstrainLayout Так что пишем Constrain И вот уже выходит подсказка ConstrainLayout И назовем его StartLayout Так, все нормально Жмем ОК Вот он наш экран На этом экране нам нужно будет притащить одну кнопку Так, выбираем кнопку сюда Прикрепили ее слева, справа и снизу И дадим отступ Ну сколько у нас будет? Пусть будет у нас 32 Нет, давайте сделаем побольше Пусть будет 100 Ну так, отлично Все, кнопка есть Теперь нам нужно добавить текст View Этот текст View будет показывать текст Нашего Названия нашего приложения Прикрепляем сверху Слева и справа И в тексте напишем Brain Training Все Так, теперь сделаем размер шрифта побольше Это текст Size У нас атрибут такой Текст Size Вот здесь у нас находится У нас стоит 14 Давайте выберем 60 СП Всегда добавляем на конце СП Enter Это слишком Давайте поставим Ну 50 Тоже слишком Давайте 40 Ну вот так пойдет Font Family Давайте выберем Тип шрифта Font Family Вот здесь у нас появляется Давайте выберем Такой мне не нравится Такой Ну пусть будет такой Нет, тоже не очень красивый Прикурсив Не очень И это что у нас здесь Нет, мне не нравится Ну пусть будет вот такой У каждого шрифта Видите, свой размер букв Так что давайте здесь изменим Опять же поставлю 30 Ну вот так вот уже нормально Все, вот так у нас будет кнопка Кнопку давайте назовем Start Все Отлично, есть кнопка Есть у нас название Давайте изменим цвет текста на черный Text Color Пишем в атрибутах Text Color Вот здесь находится Давайте добавим новый цвет New Color Value И пусть будет у нас черный-черный Окей Все Теперь что мы делаем Все у нас есть Теперь нам нужно Добавить слушатель нажатия Этой кнопки Unclick Чтобы при нажатии на эту кнопку Переходили уже на игровой экран Так Unclick Вот здесь у нас Назовем его Unclick Start Все, теперь добавляем Это наше Start Activity Пишем Public То есть мы сейчас Сдаем слушатель нажатия Думаю вы уже знаете Если вы следуете всем моим урокам Unclick Start Открываем и закрываем скобки Внутри пишем View Это стандартная процедура Так View Нет у меня здесь класса импортированного View Так что импортируем Здесь Открываем и закрываем фигурные скобки Все И чтобы перейти на другой класс Мы используем Intent Сообщение Intent И создаем новую инстанцию этого класса Intent И равно New Intent То есть создаем новое сообщение Intent Это сообщение к системе Где мы говорим Где мы просим систему перейти на следующий экран И говорим С какого экрана переходим И на какой Для этого пишем StartActivity Потому что мы сейчас находимся Это у нас StartActivity Значит пишем StartActivity Точка This То есть это И тот класс куда хотим перейти Мы хотим перейти на MineActivity Точка Класс Все Теперь просто запускаем С помощью функции StartActivity И нужно указать Intent А Intent у нас вот этот И все Теперь при нажатии на кнопку Мы переходим на MineActivity Давайте проверять Все запустилось Но не открывается наш StartActivity Почему? Потому что я забыл одну вещь Вы помните Я вам говорил Что в манифесте Прописано Какое Activity Будет открываться Первым При открытии приложения Так вот Это прописано Вот здесь В этой строчке Видите Application MineActivity И здесь стоит фильтр Который указывает Что это Mine И что это LauncherActivity То есть Activity Которая открывается При запуске Давайте его изменим И сюда добавим StartActivity StartActivity А где было StartActivity Пусть будет MineActivity Все Теперь у нас основное Activity Которое будет открываться Это StartActivity Запускаем И теперь Смотрите Как все изменилось Так Все открылось Но у нас почему-то Все белое Нужно с этим разобраться Давайте посмотрим В чем проблема Так StartLayout Все понятно Белое у нас Потому что В StartActivity Видите Мы не указали Я забыл указать В функции Uncreate Что мы будем использовать Этот экран Пишем SetContentView Это функция Которая показывает экран Если вы ее не укажете Просто будет белый экран И все И здесь указываем R.Layout То есть у меня там находится Это Activity О, это Этот Layout И называется он StartLayout Все Теперь готово точно Запускаем Все Видите Brine Training Только шрифт у нас Изменился Это проблема В Android Studio Так часто бывает То есть здесь мы выбираем А здесь он не отображается Видите Остался простой шрифт Для этого нужно Вручную добавлять шрифт Как я уже показал На одном из моих видео Я надеюсь Что в Android Studio Скоро это все исправят Итак Где у нас есть Все у нас есть Жмем на кнопку Start И все Начинается игра Поехали Дун-дун-дун Идет время И играем Так Теперь Все Старт Activity у нас уже есть Теперь нам нужно сделать Чтобы счетчик замечал Когда мы Ответили На нужное количество вопросов В нашем случае Вот здесь Я указал 10 То есть мы будем проверять Max True Answer И когда ответил пользователь На эти 10 вопросов Игра останавливается И пользователь переходит На Финальный экран Так что давайте это сделаем Давайте сначала вспомним Как у нас что здесь написано Здесь мы жмем на ответы Unclick True И здесь Unclick False У нас добавляется True Answer Счетчик И теперь нам нужно сделать Функцию в которой Ну пусть будет та же Numbers Потому что наша функция Numbers Используется И здесь И здесь И здесь И здесь Так что давайте проверим В этой функции Numbers Проверяем If Так как у нас был True Answer То есть переменная True Answer Это счетчик Который считает Сколько правильных ответов У нас есть Больше или равно Больше или равно Max True Answer То переходим на финальный экран У нас финальный экран Еще не создан Вот здесь у нас уже Все подготовлено То есть когда Количество ответов Превысит Или будет равно Максимальному количеству ответов В нашем случае Сейчас это 10 То запустится Вот здесь код Здесь код у нас будет Как и в StartActivity Запускать Финальные Activity Где мы будем Передавать Наш счет На следующий Activity Нам нужно передать Информацию о том Сколько Времени прошло И Можно даже передать Сколько правильных Сколько неправильных ответов было Но это на будущее Пока что просто отправим Сколько прошло времени Итак Давайте это сделаем Так создаем Новые Activity Опять здесь же New Ява класс И пусть будет Final Activity И Супер класс Также будет Activity Окей Неправильно импортировалось Не знаю почему Так давайте Добавим опять же В наш манифест Это так Это Activity Напишем Функцию Uncreate Вот таким вот образом Чтобы здесь было Только bundle Save it Instant State Теперь нам нужно создать Экран Для финального Activity Layout Вот ресурс файл И здесь у нас будет Рут элемент Constraint Layout Так И называться будет Final Layout Пусть будет Final Layout Окей Итак на экране Давайте сразу Добавим его Наш экран вот сюда Set ContentView Чтобы не забыть Как в прошлый раз И вставляем И вставляем Air Точка Так Точка Layout Точка Final Layout Все Final Layout Теперь что у нас будет здесь У нас здесь будет TextView Который будет Говорить Нам о том Это рекорд Или просто Закончилась игра Дальше у нас будет TextView Который будет показывать Давайте его прикрепим К этому TextView Чтобы они были Вместе И вот так Так что у нас еще Но здесь показывает Текст И результат И давайте еще один ТекстView Добавим Который будет показывать Лучший результат Все Давайте назовем Идентификатор этого TextView У нас будет TextViewTV То есть я пишу TV И как его назовем Титул Пусть будет TVTitle Дальше У нас будет TextView Result И TextView BestResult TV Best То есть лучший результат Result Теперь давайте Вот этот TextView Сделаем чуть побольше Вернее не TextView Давайте здесь допишем Какой-нибудь текст Просто для примера На русском Ваш результат И двоеточие Вот так вот И давайте здесь Шрифт сделаем чуть покрупнее TextSize Так, не на русском TextSize У нас здесь стоит 14 Давайте сделаем 30 что ли Ну вот так Здесь Для примера Пусть будет у нас 18 И здесь 18 Чуть поближе сюда Так В этом давайте будем указывать Нет, давайте мы изменим цвет TextColor Вот он TextColor И здесь что выберем Ну пусть будет Здесь у нас Черный UcolorValue Выбираем черный Здесь у нас Пусть будет Наш результат Ну пусть будет красный И лучший результат Пусть будет Зеленый Без разницы Нет, давайте лучше Лучший результат Будет что-то похожее На золото Золотой Это желтый какой-то Ну вот так где-то Не знаю Пусть будет Пусть будет вот так Это лучший результат Это наш результат Если наш результат Будет лучше Чем лучший результат Мы можем изменить цвет Нашего TextView В Золотой Вот в такой А этот TextView Уже изменить в красный То есть Наш уже лучший результат И здесь напишем Record Record Так, все Готово Теперь нам нужно найти Все эти три элемента А еще давайте добавим Кнопку Которая нас будет Отправлять снова На первый экран На начальный экран Сюда Сюда Вот сюда Прикрепим И вот сюда И назовем эту кнопку Ну и все Теперь здесь у нас кнопка И 3 TextView Давайте теперь идем В наш FinalActivity И найдем все эти три Все эти три элемента И создадим Давайте Сначала давайте Создаем слушатель нажатий Так Пишем Unclick Unclick Finish Опять на русском Да что за черт Finish Все Теперь в MainActivity Ой В MainActivity нет В FinalActivity Пишем Public Void Unclick Finish И как всегда View 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 Опять нужно импортировать класс Потому что я его не импортировал Вот Import Class Открываем Скрываем Фигурную шклопку И все Это у нас будет отправлять Эта кнопка будет отправлять нас Опять же На MainActivity Нет Не нормально На StartActivity Давайте начнем Напишем сюда Intent Либо можем сразу его скопировать С нашего StartActivity И изменить Так будет еще быстрее FinalActivity Вставляем Все И здесь у нас уже будет Видите Подчеркнуто красным Потому что Это у нас не StartActivity Здесь нужно указать Activity Из которого будем выходить У нас здесь FinalActivity FinalActivity Так что пишем FinalActivity И все А здесь у нас будет Не MainActivity А StartActivity 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 Все готово Теперь Что нам нужно сделать Нам нужно еще В манифесте Здесь у нас AndroidManifest Указать NoHistory Чтобы не сохранялась В стаке Вот это вот Наш Activity То есть Когда жмем на кнопку Назад Возвращается И у нас Сохранено Сохранено Activity Как было И тогда Если мы это не сделаем Вот то что сейчас Будем делать Пишем NoHistory Если это не сделаем То каждый раз Здесь вставляем True Если мы не добавим NoHistory То каждый раз Когда будем Нажимать кнопку Назад У нас будет возвращать На предыдущий экран То есть вернем сначала На игровой экран И потом опять На StartActivity Если мы Сделаем много кругов То есть Нажали кнопку Start Зашли в игровое Activity Поиграли Открылся Финальный экран Нажали кнопку Вернуться на StartActivity И так несколько раз То потом При нажатии на кнопку Назад На смартфоне Нас будет в том же порядке Раскручивать назад То есть будем возвращаться Игровое поле StartActivity Финальный экран Игровое поле StartActivity Финальный экран Столько раз Сколько мы это сделали То есть при нажатии На кнопку назад Чтобы этого не произошло То есть Это как бы память Мы просто говорим Что новая история Не хотим сохранить историю В таком случае Каждый раз Когда выходим Со StartActivity Оно просто исчисает Как бы его нету Все Оно не сохраняется в памяти Потому что оно нам не нужно Мы его будем каждый раз Вызывать Из FinalActivity То есть Из финального экрана Ну вот и все Так что у нас здесь еще Давайте Теперь найдем Три TextView Вот это Раз, два, три Нет FinalActivity Здесь у нас будет Private TextView Нужно его импортировать Потому что вот красный Показывает Импорт класс И пусть будет у нас ТВ Титл Запятая ТВ Результ ТВ Бест Результ Все Мы создали Инстанции Переменные этих Классов Этого класса TextView Теперь мы можем Их заполнить Можем Прямо здесь Сделать это все ТВ Титл Равно FindView By ID То есть Присвоить им Реальный Наши TextView ID Точка ТВ Титл Точка И теперь Ctrl D Два раза И копируем Две этих строчки Теперь будем ТВ Результ И ТВ Бест Результ Бест Результ Все Здесь изменяем Теперь ТВ Результ Результ И ТВ Бест Результ Бест Результ Все Мы их нашли Теперь нам нужно будет Здесь показывать результаты И для того чтобы показывать результаты В них Нам нужно создать функцию Которая будет принимать Результат С нашего MainActivity То есть С игрового поля Мы будем отправлять результат Временной Еще мы будем Из памяти брать Тот результат Который записан То есть Лучший результат Так что давайте создадим Функцию Private Void SetResult К примеру Назовем его так И здесь что мы напишем У нас еще код не готов Для того чтобы Вытаскивать Наш результат Из нашего Интента Где он есть А вот здесь То есть здесь мы будем Отправлять И для этого что мы сделаем Мы сделаем то же самое Скопируем вот эту вот строчку Копии Добавим ее вот сюда Окей Только здесь будет MainActivity Мы будем переходить С MainActivity По окончанию игры На FinalActivity FinalActivity Все Единственное что нам нужно Вот в это сообщение Этим сообщением Мы просим Перейти на следующий экран Но также мы еще можем В сообщение Внедрить какой-нибудь текст Или еще что-то Чтобы передать на этот экран Об этом мы поговорим Уже на следующем уроке Так что Нам остается совсем немножко Передать данные На наш FinalActivity Где у нас оно? Вот здесь То есть передать данные И показать результат Ну еще и сверить У нас лучше результат Или нет И после его записать Если это лучший результат То мы перезапишем Лучший результат На новый результат Если он не лучший То просто покажем наш результат И все И покажем лучший результат И при нажатии на кнопку назад Мы уже можем перейти На экран StartActivity То есть Если сейчас мы запустим Сыграем 10 раз То у нас откроется этот экран Давайте проверим И все И на этом будем заканчивать Запускаем Так Открывается наш StartActivity Жмем старт Начинается игра Так Что у нас со желтым-то появилось? Я наверное цвет изменил Так Где у нас? Валюш коллёрш А ну точно цвет изменил Это без разницы Давайте его Делаем Это у нас же зелёный Так что пусть будет Тёмно-зелёный Этот Тоже будет тёмно-зелёный Теперь вот здесь у нас видите тёмно-зелёный Потому что я цвет ему Неправильно выбрал Давайте Я взял Cloud Primary И нам так не нужно Давайте создадим новый ресурс Давайте создадим новый ресурс И это у нас будет цвет Gold То есть Gold Золотой И давайте его выберем здесь Ну какой он Вот такой давайте Да, вот так и будет Окей, всё Теперь при запуске таких проблем не будет Ну вот открылся наш Start Activity Жмём Start Всё нормально Цвет, который поставили Теперь играем Когда дойдём до 10 Игра закончится Так 13 плюс 9 22 верно 4 плюс 13 10 неверно 16 плюс 17 Верно 7 плюс 1 верно 16 плюс 16 2 неверно Это у нас неверно Это у нас верно Это верно Это неверно Верно Всё, видите Сразу открылся Экран с Финальный экран Здесь мы ещё код не написали Поэтому показывает То, что мы добавили Ваш результат TextView TextView Здесь мы будем показывать уже результаты После мы можем сделать Плавный переход То есть У нас какой-нибудь текст появляется И плавно переходит И показывает Что игра закончена И так далее Но пока это нам не нужно Мы же просто учимся Теперь, если мы жмём Вот на эту кнопку назад Нас снова забрасывает На Brain Training Вот здесь Если жму назад Видите, возвращаешься на этот экран Жму, возвращаюсь на этот А здесь уже закрывается То есть как раз то, о чём я вам говорил Если мы не добавим Но History Что происходит? То есть нас гоняет по кругу Столько раз, сколько мы запустили Activity Столько раз Нас возвращает назад При нажатии на кнопку назад Если мы добавляем Но History То Activity Которое было Оно не сохраняется Мы можем ещё добавить Но History Вот на этом Activity Чтобы нас и сюда не забрасывало Но пока нам это не нужно Цепочка прервётся уже На Start Activity Если мы нажмём Назад с этого Activity Перейдём на игровое поле снова И с игрового поля Всё, выходим Так, ну всё Всем спасибо за внимание Подписывайтесь на мой канал Если ещё не подписались Ставьте лайки И увидимся на следующем видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok